всем привет дорогие друзья с вами как всегда я плоскун и сегодня я решил снять видео на немного необычную тему и рассказать о том сколько стоит фуловый мк 3 ангар в игре war robots и многие в комментариях пишут что в нашей любимой игре невозможно докачаться до максимума так как баланс постоянно меняется и так или иначе потраченные средства со временем обесценятся и тебя будут все подряд разбирать при этом еще очень много людей говорит что вот мол я потратил на воровоз 10 а то и более тысяч рублей и нормально в чемпионе играть не могу меня там бьют и что вообще за игра такая именно поэтому я вот решил разобрать то как можно наиболее дешево заполучить топ в ангар при этом чтобы он был поактуальнее как можно дольше и в принципе давайте начинать но друзья перед тем как начать я бы хотел искать про одну очень интересную вещь раз мы сегодня говорим про донат war robots то хочу напомнить про одну очень классную группу в телеграме которая называется game вот и донат эти товарищи здорово помогают покупать war robots те вещи которые сейчас никак нельзя купить как например те же операции или новый сезонный абонемент уже десятки людей воспользовались их услугами и оставили положительные отзывы поэтому если вы давно хотели что-то себе купить то ссылку на данную группу я оставлю описание к этому ролику но в общем ладно немного с вами отвлеклись давайте теперь возвращаться к теме данного видео начну я пожалуй с того что прежде всего при целенаправленном вкладывании денег в игру стоит отказаться от всего того что содержит элемент везения все эти особые поставки сундуки на черном рынке и прочие нехорошие вещи могут тебя как и обрадовать так и огорчить поэтому сегодня мы с ними связываться не будем самое интересное что многие как раз теряют много реальных денег именно на этом а по итогу получают не так уж и много допустим человек потратил 10 тысяч рублей на открытие бронзовых особых поставок призы там хорошие но только шансы на их выпадение очень плохие я сколько событий подряд открываю пол сто и более особых поставок и получают только гарантированные призы ну может там еще пару пушек но не более того поэтому лучше сразу покупать готовые сборки недавно разработчики начали продавать наборы которые содержат роботы и пушки сразу в прокачке мк2 это вещь конечно спорная и делает еще большую разницу возможностях донатеров и обычных игроков но сегодня говорить об этом не будем все-таки наша с вами цель как можно дешевле стать топом я последнюю неделю мониторил акции и выделил 5 наиболее интересных для меня предложений это фенрир на звуковых пушках за 10 долларов урочи на панчерах за 10 долларов хок на кривометах за 25 долларов еще один фенрир но уже ограниченной версии и на кислотное вооружение за 15 долларов и бегемот на четырех панчерах за 20 долларов обращаю ваше внимание что все роботы и пушки которых мы с вами купили сразу находятся в прокачке мк2 что в принципе достаточно для игры в чемпионской лиге но мы все-таки хотим сделать фуловый ангар на все это мы с вами потратили 82 доллара и теперь осталось купить ресурсы для дальнейшего улучшения тут дела обстоят немного интереснее и сейчас я вам расскажу почему начнем со стоимости серебра она бывает разной и самую низкую стоимость которую встречал это 200 миллионов серебра за 5 долларов но суть в том что такое предложение встречается крайне редко и по большей мере его предлагают только тем игрокам который донатит крайне редко поэтому в дальнейшем я все рассчитывал по средней цене в акциях а именно 135 миллионов серебра за 10 долларов такую цену я встречал практически каждый день но иногда было не прям такое предложение а например 70 миллионов за пять долларов что примерно то же самое золотом ситуация такая же бывает когда предлагают 40 тысяч золота за пять долларов но такое встречается также редко но зато каждый день предлагают 17 тысяч золота за пять долларов что тоже вполне неплохо именно поэтому берем с вами эту цену теперь поговорим о прокачке пушек чтобы улучшить одну пушку с мк2 первого уровня до мк3 понадобится 170 миллионов серебра но мы с вами не дураки и будем ждать скидку 25 процентов на улучшение она встречается довольно часто бывает конечно скидкой в 40 процентов но ее периодичность где-то раз в пару месяцев поэтому не будем сильно на нее надеяться и того на одну пушку уйдет сто двадцать семь с половиной миллионов серебра со скидкой также еще необходимо золото для перевода в мк3 а также ускорение улучшений период вам к 3 также будет со скидкой и обойдется в 1125 золота на ускорение улучшений уйдет 4581 единица золота но тут есть лайфхак в виде премиума так как мы стараемся максимально экономить наши деньги то покупать мы его с вами не будем а возьмем на день бесплатно из операции линейки и и тогда у нас выйдет 2290 золота за ускорение и 3415 золота суммарно на одну пушку пушек у нас 15 штук и того нам нужно 1 миллиард девятьсот двенадцать миллионов серебра и сорок одна тысяча золота переводить в реальные деньги пока не будем лучше еще сразу почитаем стоимость улучшения роботов чтобы улучшить одного робота с мк2 в мк3 нужно сто девяносто семь с половиной миллионов серебра опять берем нашу скидку в двадцать пять процентов и у нас выходит сто сорок восемь миллионов серебра за одного робота или 740 за пять роботов ну и еще суммарно семнадцать тысяч золота уйдет за перевод в мк3 и ускорение и так чтобы прокачать весь наш ангар в мк3 мы потратим два миллиарда шестьсот пятьдесят два миллиона серебра а также 68 тысяч золота берем наш прежний курс и все это нам обходится в сто девяносто шесть долларов за серебро и 15 долларов за золото и как бы 211 долларов за 5 мк3 роботов и пушки не так уж и много но при этом мы с ангаром еще не закончили самая важная часть любого ангара это титан ну я догадываюсь что все уже начали думать мол ну вот сейчас то как раз уйдут сотни долларов на это но как бы не так дело в том что разработчики довольно сильно обесценили платину в игре и если поначалу когда титан только вышли люди отдавали по 100 долларов за 700 платины то сейчас вот можно спокойно приобрести тысячу платины за 5 долларов причем что интересно это еще не самое выгодное предложение которое я встречал я видел несколько раз и 1200 платины за такую стоимость а один раз и 2000 встречал но мы будем брать среднее поэтому возьмем за основу тысячу платины за 5 долларов по поводу того какого титана брать тут все однозначно это шаранга на трех страйкерах ее разработчики регулярно предлагают купить за 15 долларов на такой сборке но у меня к сожалению скрина не осталось но это предложение у меня выскакивал уже раз 10 поэтому думаю будет не проблема потом найти и купить и так после ребаланса титанов лучше шарангу в 150 уровень стоит 9200 платины стоимость страйкеров прокачки не изменилась и улучшить каждый стоит 1075 платины то есть 3225 единиц платины за три штуки и того выходит 12 тысяч 425 платины за флоу титана с пушками но мы опять воспользуемся хитростью и дождемся скидки в 25 процентов и того выходит 9319 платины и мы с вами делим это все на тысячу умножаем на 5 и получаем 56 долларов или же 3350 рублей за флоу титана на этом моменте хочется передать привет всем тем кто в 2019 году тратил 200 тысяч рублей на прокачку ауминга 150 уровень хотелось бы конечно на этом моменте закончить формирование ангара но еще осталась важная часть а именно пилоты тут не буду особо много рассказывать но обычно принято закладывать 40 тысяч золота на улучшение одного пилота в 70 уровень и всех его навыков в четвертый тир но тут опять бывают часто скидки на прокачку пилота и вот сейчас например на повышение уровня пилота действует скидка 60 процентов и опыт покупается очень дешево ну и на сами переводы умений в 4 тир и повышение ранга пилотов действует скидка 25 процентов но также стоит еще учитывать саму покупку пилота за 2500 золота и стоимость поиска нужного пилота так как обычно уходит где-то 1000 или даже 2000 золота на прокрутку нужного пилота в центре подготовки поэтому остановимся на среднем на 35 тысяч золота на одного пилота и скорее всего золото даже еще после этого останется но она и к лучшему на 5 пилотов уйдет суммарно 175 тысяч золота что обойдется примерно в 51 доллар по нашему курсу и так мы прокачали титана 150 уровень пушки для него в 25 полностью улучшили всех роботов и пушки в мк-3 ну и загнали пилота в 70 уровень не забыв при этом позолотить все их умения на все про все ушло 415 долларов на момент выпуска видео курс доллара составляет 59 рублей 78 копеек то есть ушло примерно 24 тысяч 800 рублей много ли это ну тут как посмотреть если как единоразовый донат то дофигище если же смотреть на это как на сумму донатов например за год то как бы и нормально то есть выходит где-то 2000 рублей в месяц а примерно столько и донатят среднем люди которые играют в чемпионской лиге а обычно даже и больше при этом все мы получили очень крутой ангар с которым можно уверенно занимать первые места в бою в чемпионской лиге конечно кто-то скажет что какой в этом смысл если постоянно что-то балансируется и все это быстро устаревает после нерфа но если кто не заметил я выбрал специально те предметы которые уже находятся в балансе большинство из которых уже понерфили но при этом те которые до сих пор сейчас реально тащат но и также и хочется сказать еще то что прокачка на самом деле решает и даже старый понерфенный робот в прокачке мк3 будет намного сильнее новой имбы но прокачанный восьмой или там девятый уровень также еще ангар можно по возможности потихоньку улучшать обновлять допустим играешь ты вот так серебро копится потихоньку вместе золотом так как все равно тратить некуда и так уже все прокачано а тут бац и выбыл тебе сераф взял улучшил по быстренькому панчера сорочь перевесил и играешь дальше но при этом пользы в бою станет намного больше самая большая проблема в робот это прокачать ангар мк3 а не поддерживать его актуальным так как даже через два года ты все равно такими темпами будешь топом без кардинальных изменений в своем ангаре и на этом можно было бы закончить видео но я уже догадываюсь что многие напишут про дронов и модули поэтому давайте их тоже посчитаем модули это самая дорогая часть так как их нужно много а качаются они дорого чтобы улучшить любой пассивный модуль в шестой уровень надо 200 миллионов серебра и 7295 золота включая золото на покупку и ускорение улучшений опять берем всевозможные скидки и у нас выходит 150 миллионов серебра и 6147 золота за один модуль нас их 15 то есть получается два миллиарда 250 миллионов серебра и 92 тысячи 200 золота и по нашему курсу это примерно сто девяносто три доллара что если переводить на рубли получается одиннадцать тысяч пятьсот рублей с дронами будет все подешевле так как готовые наборы ст 4 схемами разработчики часто продают за 5 долларов я так себе купил вас по и за а я отдав всего 10 долларов за оба дрона скринов к сожалению я не нашел но в магазине часто такое вижу поэтому думаю не проблема будет потом их купить но также еще есть очень сильный дрон паралайзас и вот прям сегодня его продают за 8 долларов хоть и ст 3 схемами но все равно пользы от него очень много и надо обязательно брать и того всего за 28 долларов мы получаем целый ангар неплохих прокачанных дронов но вот самые трудности начинают с орбитальным кораблем разработчики их не продают в явном виде и единственное что я встречал в акциях это 2500 деталек за какой-то очень лютый прайс поэтому не будем гнаться за новым нур слайтом лучше возьмем подешевле мантис от него тоже будет много пользы на 60 уровне поэтому на корабль заложим бюджет 35 долларов и того получается что максимально прокачанный аккаунт нам обойдется в 671 доллар или 40 тысяч 112 рублей по нашему как я уже говорил ранее за единовременный донат это дофига но если смотреть на это как на траты за большой промежуток времени то становится не так страшно ну если кто-то соберется знать по моей схеме то советую не упарываться настолько же как и я и просто взять робота в прокачке мк2 прокачать титана и потом уже своими силами не спеша все это доводить до фула у вас уйдет примерно тысяч 10 на это а в чемпионе вы себя чувствовать будете очень даже комфортно ну а если вы не донатите то могу вам только посоветовать активнее участвовать в розыгрышах у меня да или у любых других блогеров это один из немногих вариантов заплатить что-то хорошее бесплатно ну в общем получается как то так думаю на это может заканчивать и если вам понравилось данное видео то не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну а с вами как всегда был я полоскун всем удачи всем пока